Итак, зал замирает предвкушение поединка. Второй по значимости бой сегодняшнего вечера Хасанбек Абдулаев против Ярослава Амосова. Ну что же, с одной стороны явным фаворитом выглядит Ярослав Амосов, но с другой Хасанбек Абдулаев имеет сегодня возможность просто выйти на новый уровень, нанести первое поражение в карьере этому проспекту из Украины и таким образом доказать серьезность своих намерений. И сразу с места в карьер пробил хай-кик Хасанбек Абдулаев. Вот так вот начался по-мейн-эвент этого вечера. Ох, какое попадание сейчас коленом. И пытается вязать в клинче Ярослав Амосов. Попытка там была броска через бедро, но очень крепко, очень плотно на ногах. Уверенно стоит Хасанбек Абдулаев. Попытка перевода в партер неудачная. Да, действительно, пробовал Ярослав включать свой арсенал самбо. Однако, несмотря на то, что заявлялось ранее о якобы ярко выраженной кикбоксерской ударной базе Хасанбека Абдулаева, мы видим, что в клинче, по крайней мере, чувствует он себя достаточно уверенно против самбиста базового, коим является Ярослав Амосов. Тем временем Амосов продолжает клинчевать. Прижимает он сейчас Хасанбека к канатам. Рассечение мы видим на праве. Получил рассечение. Возможно, это следствие того хайкика, который был выброшен на старте Хасанбеком Абдулаевым. Переходит поединок в гард. В партере контролирует Ярослав Амосов Хасанбека Абдулаева. Закрыт гард. Прихватывает Хасанбек к руке соперника. Призывает Ашот Ашугян к активности. Немножко упали скорости. Это не мудрено. Но теперь не позволяет Ярослав Амосов подняться к своему оппоненту. И продолжается снова бой в гарде. Две минуты поединка позади. Но справедливости ради отметим, что Абдулаев практически до этого момента, да и сейчас даже тоже не позволяет практически Амосову нанести себе значимого ущерба. Точечные акцентированные атаки. Ну и знаете, есть такое ощущение, что пропущенный хай-кик и рассечение немного так вот по-злому завели Ярослава Амосова. Не ожидал он, судя по всему, такой прыти от менее опытного бойца. Но с другой стороны, теперь уже Амосов опасается в стойке Хасанбека Абдулаева. Зато понял он, что есть вариант для перевода в партер. И раз за разом совершает тейкдаун и контролирует соперника. Пытается сейчас добивать. И продолжает обороняться Хасанбек Абдулаев. Ну а Ярослав пробует бить как молотками, так и по этажам. Ну возвращает Ашот Ашигян бойцов в стойку. А она нет. В исходное положение. Пытается ввязать по рукам Хасанбек Абдулаев, Ярослава Амосова, но... Пока что сдержать атакующий порыв бойца из Украины Хасанбеку Абдулаеву не удается. Но вот сейчас с многоударной комбинацией пошел Амосов вперед. Падает Хасанбек. И не спешит добивать Амосов. Но вот с течением первого раунда все-таки все больше и больше доминирует Амосов. Постепенно Хасанбек Абдулаев теряет. Да не то, что инициативу он теряет, у него ее и не было. Но он начинает сдавать позиции. Уже не удается ему столь агрессивно действовать, как в начале этого раунда. Сейчас прихватил соперника за ногу. Амосов сам усаживается в угол ринга. Там была то ли попытка гильотины, то ли что-то еще задумал Амосов. Хорошо сейчас попал коленом Хасанбек Абдулаев. Амосов намного более опытный спортсмен. Напомню вам, у него 15 побед в 15 поединках. Две победы и ни одного поражения у Хасанбека Абдулаева в карьере. Тем временем 30 секунд остается до окончания первого раунда. И немало сил-то потратил Ярослав Амосов на украшение своего соперника в первом раунде. Да, Амосов устал однозначно. Мидлкик выбрасывает Абдулаев. Еще один мидлкик с другой стороны. Не просто пришлось сейчас Ярославу Амосову, но вот выкатились за канаты. По сей день, по сей день много дискуссий по поводу того, нужно ли проводить поединки по ММИ в ринге. Но сегодня это оправдано, так как наш карт включал и бои по К1. Но в любом случае, в общем, есть определенные недостатки, с которыми вряд ли кто спорит. Еще, кстати, некоторые организации в Японии продолжают проводить, но не некоторое, а большинство. Подавляющее, за исключением, наверное, Фанкрейс. Продолжают проводить поединки в рингах. Но вот в России в основном теперь уже используется клетка. Но вот где Крепт использует ринг, мы знаем, что М1 использует такую конструкцию, как Рэйдж. Да, комбинированную. Внизу сетка, в общем, сверху ринга, которая сочетает преимущества и того, и другого. Ну а Файт Найтс, например, и ACB используют клетки. Причем в промоушене Файт Найтс клетка по своей форме весьма и весьма схожа с тем сооружением, которое используется в Белатере. То есть клетка круглая, без углов. Ну, это дело долгих дискуссий. Кстати, я вот сейчас на минутку задумался, а много ли осталось лика организации промоушена, где в карде совмещены поединки как по смешанным единоборствам, так и по кикбоксингу. Опять же, эта история пришла к нам, этот тренд, так назовем его, пришел к нам из Японии. Мы помним и турниры Pride, которые сочетали в себе и бои по правилам смешанных единоборств кикбоксинга. И потом эта история была забыта, а вот в прошлом году начала она возрождаться, был турнир Белатер Динамит, где было проведено несколько поединков по правилам профессионального кикбоксинга. Причем там выступали, это был совместный турнир Белатер и Глория. И потом Rising FC в Японии на Сайтама Суперарене. Там тоже было несколько поединков по правилам профессионального кикбоксинга. Но, да, что касается российских промоушенов, то долгие годы именно как раз-таки такой симбиоз практиковался в Fight Nights. Но где-то уже, по-моему, в районе двух лет, как Fight Nights целиком и полностью перешли на поединки смешанного стиля в своих кардах. Сейчас, а, видимо, не понял просто Касанбек Абдулаев, что хочет от него рефери. Была там позиция в клинче, разнял рефери бойцов, а потом вернул, в общем, опять тот же самый клинч. И сейчас попытка броситься зацепом в исполнении Касанбека Абдулаева. Ну, вообще, как в первом раунде, так и в этом очень много клинча. Клинча в стойке. И это не самым лучшим образом сказывается на зрелищности и динамике боя. Я, честно говоря, ожидал от Касанбека Абдулаева больше работы в стойке. Но, судя по всему, сию работу не позволяет ему делать, как мы сейчас-то наблюдаем, Ярослав Амосов. Но Амосов включается. Скорее всего, поединок может быть досрочно завершен. Град ударов на голову Касанбека Абдулаева. Ашота Шугян сигнализирует бойцы Чеченской Республики, что необходимо обороняться более активно. Принять! 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 Чуть менее трех минут остается до конца второго раунда. Времени еще в вагон и маленькая тележка. Но очень тяжело сейчас противопоставить что-либо Ярославу Амосову, Касанбеку Абдулаеву. Да, практически невидимой активной защиты. Просто уже закрывает лицо Касанбек Абдулаев. И пора, наверное, осторожить этот поединок. Таким образом, да, Ярослав Амосов выигрывает безоговорочно этот бой. Одерживает шестнадцатую победу подряд. Ну и, наверное, вот откровенно хочется сказать, этому украинскому бойцу пора, наверное, все-таки выставлять в качестве оппонентов ребят, у которых больше двух профессиональных боев. Недаром, когда представлял я Ярослава Амосова, обратил внимание на тот факт, что из четырех поединков, даже из четырех, даже из пяти поединков, получается, не считая сегодняшнего в Декре ФФС, два он провел против дебютантов. А последний бой накануне этого, которым выиграл у Максима Коновалова, у Коновалова был один бой по профессионалам. Вот сейчас Касанбек Абдулаев, у которого два боя по профессионалам. Ну и, наверное, уже пора. Пора Ярославу Амосову, чемпиону мира и Европы по боевому самбо, выходить на более серьезный уровень оппозиции. Понятно, что многих бойцов, на которых руководство разных промоушенов возлагает надежды, ну, ведут, то есть постепенно повышают им уровень оппозиции. И как раз, наверное, Ярославу Амосову уже пора встречаться с соперниками более опытными. Не буду говорить более классными, потому что Касанбек Абдулаев, в общем-то, боец классный. И провел он этот поединок решительно, мастеровито. И были моменты, когда, в общем-то, на равных он противостоял Амосову. Ну, вот, мы видим сейчас концовку и заслуженная победа Ярослава. Более того, в дебюте поединка очень хорошо выглядел Касанбек Абдулаев и нанес такое рассечение. Ярославу Амосову чем-то даже его ошеломил, таким образом, но нехватка опыта как раз-таки сказалась. Для награждения бойцов в ринг приглашается председатель победительского заведения. Серьезно рисковал, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова